В 21-м детском саду проходят занятия физкультурой. Дети преодолевают препятствия – горку, лесенку, дорожку. Тренируют баланс и выносливость. Интересно, что придумывают все этапы сами участники импровизированной гонки. Для этого занятия маршрут построил Алёша Гуськов. Я составляю трассу из много частей. И там мягкие детали, твердые детали, батуты, какие-то упражняющие детали. Нужно перевозить это все, бегать и быть аккуратным, чтобы не упасть и себе ничего не навредить. Надоел маршрут, перестановка, и ребята с энтузиазмом проходят новые этапы. Это было очень весело. И еще я очень много изменил на этой полосе препятствий. Я хочу ее сейчас попробовать пройти. Самостоятельное составление полосы препятствий способствует развитию творческого мышления, говорят сотрудники учреждения. Очень важно, когда они сами ее собирают. То есть это их идеи, это их мысли. И, соответственно, с удовольствием проходят эту полосу препятствий. Тут же они ее могут видоизменять и развивать себя не только физически, но еще и интеллектуально. Такие физкульт-минутки здесь пользуются популярностью. Но дети и их родители предложили не ограничиваться во время игры стенами детского сада и создать полосу препятствий на уличной территории. Но для этого требуется специальное оборудование. И сотрудники учреждения решили подать заявку на конкурсы социальных и культурных проектов Лукойла. Наш проект называется «Академия спорта». Это создание детско-родительского клуба с использованием ростового конструктора. Как раз-таки те средства, которые мы заложили в этом гранте, они позволят нам приобрести козлы, стремянки, лестницы, актаэдры, специальные устройства, лицензированные, которые позволят детям развивать двигательную активность на улице. Конечно же, с привлечением их родителей. Академия спорта – это не только физкультура на свежем воздухе, но и другие мероприятия различной направленности. Повысить двигательную активность, привлечь желание к здоровому образу жизни, как можно больше участников образовательного процесса, заинтересовать. Мне кажется, когда привычка к здоровому образу жизни будет у ребенка, он будет ее нести через всю жизнь. В планах мероприятия с приглашенными партнерами. Среди будущих гостей детского сада – инструкторы ГТО, ветераны, педагоги шестой школы и, конечно, родители. Реализация проекта предполагает участие порядка 300 человек. Елизавета Портнова, Александр Кашкин. Наши города.